Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Сегодня состоялся конкурс на замещение должности главы администрации городского округа город Кумертау. На должность претендовали три кандидата. Все они предварительно прошли собеседование экспертной комиссии Ассоциации Совета муниципальных образований Республики Башкортостан. Конкурсная комиссия, сформированная по представлению главы региона и Совета городского округа, под председательством заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан, провела заседание в администрации городского округа. Три кандидата, претендующие на должность главы администрации, держали ответ перед комиссией. Первым свою программную концепцию представлял исполняющий обязанности главы Борис Беляев. Мы будем создать порядка 4 тысяч новых рабочих мест. Как это будет достигаться? Существует программа, которую мы защитили в Сколково по стратегии развития города Кумертау. В части создания новых рабочих мест будут участвовать новые инвесторы в проекте, которые будут заходить в город Кумертау в соответствии со статусом территории, переживающей социально-экономическом развитии. Мы разработали проект Кумертау-индустриальный. В части развития Кумертау-индустриального у нас предусмотрено создание порядка 3,5 тысяч новых рабочих мест при инвестиции в программе более 12 миллиардов рублей. Также перед комиссией защищались Александр Дмитриев и Юрий Куров. По результатам конкурса на замещение должности главы администрации городского округа комиссия представила совет для назначения всех трех кандидатов. Всего 5 вопросов в повестке и, безусловно, один из важнейших – избрание главы администрации городского округа. В решении этой задачи на прошедшем заседании совета депутаты проявили традиционное единодушие. После того, как пустующее место в президиуме было занято, внесли изменения в местный бюджет и работу молодежного совета. Вся конкретика в нашем сюжете с очередного заседания совета городского округа. За одиногласно решение принято. Третье заседание совета городского округа город Кумертау объявляю открытым. Бориса Беляева в очередной раз избрали главой администрации Кумертау. За его кандидатуру депутатский корпус проголосовал единогласно. На должность претендовали еще два кандидата. Оба прошли конкурсный отбор, однако народные избранники оставили их без своих голосов. Подписание контракта прошло на минувшей сессии Совета городского округа. Этот вопрос значился первым в повестке очередного заседания. Для подписания контракта приглашаются председатель Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан Астафахов Олег Анатольевич и Беляев Борис Владимирович. Поздравил главу администрации с назначением в том числе заместитель премьер-министра правительства Башкортостана, он же председатель конкурсной комиссии Марат Магадеев. Сегодня город ищет пути выхода из той кризисной ситуации, в которой она находится, благодаря объективным экономическим условиям. И она находит, это очень здорово. Администрация города находит новые пути. Они активно работают с федеральными органами власти. Нашли новую территорию опережающего развития, идут инвестиции. Я думаю, что именно в этом направлении надо искать выходы из кризиса. Напомню, Борис Беляев трудится в должности главы администрации с 2010 года. За эти годы только объемы поддержки малого и среднего предпринимательства выросли с 2,3 до 98 миллионов рублей. Кроме того, приобретено 14 единиц коммунальной техники, построено 22 дома, в том числе 2 социальных. Открыт целый ряд объектов. Такую статистику привели во время подписания контракта. В сегодняшней обстановке приход или назначение таких должностей все-таки больше ответственность, чем какая-то почетная миссия. Понятно, что лидер известен. Здесь секрета не будем, скажем, таить. Лидер известен. Это был действующий глава Беляев Борис Владимирович. После того, как вновь избранный глава администрации занял свое место в президиуме, Совет оперативно рассмотрел оставшиеся 4 вопроса повестки. Единогласно были одобрены изменения в работе Молодежного совета и в прогнозном плане приватизации муниципального имущества. В частности, принято решение отдать предпринимателю собственность помещения по улице Худайбердина, а пустующий корпус больницы по улице Лесной и продать с аукциона. Возражений по изменениям в бюджете у народных избранников также не было. Итого, доходная часть бюджета текущего года увеличится на 7 миллионов 199 тысяч рублей, расходы на 14 миллионов 156 тысяч рублей. Прошу поддержать проект. Последнему вопросу итогом работы местной полиции депутаты и приглашенные уделили особое внимание. Начальник отдела МВД привел подробнейшую статистику по раскрытию преступлений. Уважаемые депутаты, повестка дня заседания исчерпана. Какие у кого из присутствующих есть еще вопросы, пожелания? Третье заседание Совета городского округа города Кумертау в республике Башкортостан объявляю закрытым. Место для тех, кому нужна забота и квалифицированная помощь. В селе Юмагузино Кугарчинского района открылся психоневрологический интернат, филиал Кумертауского ПНИ. Социально-медицинское учреждение предназначено для проживания и обслуживания мужчин старше 18 лет, страдающих психическими заболеваниями. Открытие посетила в том числе министр труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова. С условиями, в которых проживают и проходят реабилитацию, клиенты учреждения ознакомились и мои коллеги. Психоневрологический интернат открылся в селе Юмагузино Кугарчинского района. Учреждение является филиалом Кумертауского ПНИ. Официальное открытие проходит без особого торжества, но с участием многочисленных гостей, поскольку интернат фактически начал свою работу порядка трех месяцев назад, и 27 октября на базе учреждения проходил республиканский семинар. Поэтому для решения важных вопросов приехали представители социальных учреждений региона. Работу проходила при участии министра труда и социальной защиты населения Ленары Ивановой. После официальной части гости приняли участие в посадке деревьев. Для большой территории учреждения это как раз кстати. С годами созданная аллея станет не только украшением, но и местом отдыха для проживающих здесь. В интервью министр труда Ленара Иванова обозначила важность открытия учреждения такого типа. На момент, когда шла реконструкция этого объекта, у нас очередность в местах психоневрологических интернатов составляла порядка 200 человек. Это очень много, потому что люди, которые в семье имеют людей с такими отклонениями, они прекрасно знают, какая это большая беда. Потому что невозможно оставить человека одного дома. Очень опасно фактически, как для окружающих, так и для самого человека. Поэтому родственники очень много приходили на прием ко мне, к главе республики и ставили эту проблему. То есть мы очень больше всех знаем эту беду и эту проблему, и какие трудности бывают у тех, у кого в семье такие есть больные. Поэтому актуальность именно учреждения психоневрологического профиля у нас не вызывала никаких сомнений. И сейчас, когда мы уже начали его эксплуатировать, можем уже с гордостью и радостно заявить, что проблема очередности в таких учреждениях у нас ликвидирована. Далее все участники мероприятия прошли в здании. Руководитель филиала Галия Паров провел экскурсию по отремонтированному корпусу. В здании для людей, страдающих различными психологическими расстройствами, созданы все необходимые условия. Помещение реконструировано по всем требованиям доступной среды. В здании, кроме лестниц, с первого по четвертый этаж обустроены широкие удобные пантусы. Есть три пассажирских лифта. Бывшие офисные здания БАШ-водохранилища буквально перекроены под социально-медицинские учреждения. Клиенты проживают в уютных комнатах по 2-3 человека. Здесь находятся люди, которые не могут самостоятельно жить в социуме, оставаться в семье. Лица, нуждающиеся в постоянном уходе медиков и психологов. На сегодня рассчитанный на 120 мест интернат почти полностью заселен. Комнаты оборудованы санузлами, душевыми кабинами. Кроме этого, имеются кабинеты парафинотерапии, сухие углекислотные ванны, процедурный, душ-шарко, физкабинет. В цокольном этаже находится тренажерный зал с велотренажерами, беговыми дорожками. Также есть массажный кабинет, кабинет стоматолога, актовый зал, библиотека. Помимо медико-социальных услуг, для проживающих здесь предусмотрены меры для адаптации в обществе, для развития у них спортивных и творческих способностей. Предполагается трудовая терапия. Научить, предположим, копать землю, сажать растения, траву сажать, полот, что-нибудь приспособлено, чтобы они могли приспособиться рисовать. Многие умеют петь, танцевать, выжигать. Творческие способности тоже. Творческие способности. Во всяком случае, все, что мы сумеем, что у человека заложено, постараемся вот эти дела развить. В ходе экскурсии Линари Иванова интересовалась режимом дня проживающих здесь, условиями, в которых они проходят лечение и реабилитацию. Свою оценку увиденному дали и члены делегации. Условия в данном новом построенном доме-интернате очень впечатляют. Все идеальное, все, так скажем, современное. Лифты, комнаты для отдыха, солевая шахта. Не каждый санаторий похвалится таким оборудованием, которое здесь, так скажем, было использовано. После ознакомления все участники семинара собрались в актовом зале. Обсуждались не только вопросы организации работы, оказания квалифицированной помощи. Речь шла и о поддержке самих работников социальных учреждений, которым приходится работать со сложным контингентом людей. На летние каникулы многие дети отправляются отдыхать в загородные лагеря. Одним из условий безопасного, если можно так выразиться, качественного отдыха, является контроль со стороны соответствующих органов. Проверкой занимаются в том числе сотрудники прокуратуры. Сейчас сезон закрыт, самое время подвести итоги. Какие нормы нарушили детские лагеря городского округа, узнаем у старшего помощника прокурора Людмилы Воробьевой. Она у нас на связи. Здравствуйте, Людмила Викторовна. Скажите, какие нарушения выявили в ходе проверок? Здравствуйте. По результатам проверки внесено два представления в детский оздоровительный лагерь «Зеленые дубки», по результатам рассмотрения которых привлечены к дисциплинарной ответственности два виновных должностных лица. Кроме того, директор данного оздоровительного лагеря привлечен к административной ответственности за неисполнение трудового законодательства и нарушение условий лицензирования медицинской деятельности. В прокуратуре города были выявлены многочисленные нарушения законодательства о соблюдении гарантии прав и законных интересов детей в Российской Федерации. Нарушен был порядок оказания медицинской помощи в детском лагере и выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства. Какие нарушения выявлены при проверке осуществления медицинской деятельности? Проверка установила, что для оказания медицинской деятельности в детском лагере был привлечен врач, который не имел стажа работы свыше 5 лет. Как того, требует порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период их оздоровления. Кроме того, штатное расписание детского лагеря не соответствовало требованиям закона. Выявлено грубое нарушение, выразившееся в том, что медицинскую деятельность оказывали работники, не имеющие специального медицинского образования. У меня последний вопрос. Нарушали ли закон педагоги? Если да, то каким образом? Для привлечения, осуществления воспитательной работы в качестве педагогов дополнительного образования и вожатых были привлечены лица, которые не подтвердили наличие соответствующего образования, которое требуется для оказания данных видов деятельности, и не представили справки о наличии либо отсутствии у них судимости. Спасибо. Напомню, у нас на связи была старший помощник прокурора Людмила Воробьева. Она рассказала о нарушениях в детских оздоровительных лагерях. Сцена филиала РЦНТ «Дуслык» принимала именитых танцовщиков. Кумертаусцев своим творчеством в очередной раз порадовали солисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Фаиси Гаскарова. С программой нового сезона знакомились и мои коллеги. Впечатлениями они поделятся в следующем сюжете. Что ни имя, титулованный артист со званием народный или заслуженный. Иначе и быть не может. На сцене Кумертаус своим талантом в очередной раз блеснули солисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Фаиси Гаскарова. Коллектив с более чем 70-летней историей по сей день не утратил своей популярности. И добрую славу объединению поддерживают его артисты. Солисты не только показывали красивые движения, каждый номер – это отдельная театрализованная постановка. В программе концерта были представлены как полюбившиеся зрителю композиции, так и новинки. Завоевать доверие и любовь зрителя сложно, но также нелегко его удержать. Поэтому каждый выход ответственен, говорят солисты. Причем более волнительно выступать перед своими настоящими поклонниками – земляками. Что мы чувствуем на сцене? На сцене мы пытаемся отдаться полностью зрителям, все свои эмоции показать. И в конце, когда уже стоишь, когда уже концерт заканчивается, и когда зрители встают и хлопают, это, конечно, не передаваемое ощущение. Ну, не всем понятно, да? Зал полон. Почитатели творчества гаскаровцев стараются не пропускать концерты любимого коллектива. Коллектив я знала всегда, что он создан грамотными людьми, любящих свой народ, свою культуру, свое обычае и очень ценящие и понимающие положение народа. Поэтому при случае я стараюсь всегда ходить. На любые концерты не хожу, но такие концерты стараюсь не пропускать. Их танцы настолько зажигательные, так красивые, они так воодушевляют. Вот эта красота, она добро посылает людям. Наверное, из-за этого мы и ходим, смотрим этот концерт. Да, всегда ходим на концерты, всегда ждем с нетерпением, очень красиво всегда. И русские, и башкирские танцы национальные. Очень нравится. На сцене один за другим сменялись яркие номера. Это были народные башкирские танцы «Азамат», «Семь родов», «Цветущий курай», «Башкирский казачий танец». Много юмора и актерского мастерства зрители увидели в шуточном татарском танце «Жених». Во второй части концерта преобладали танцы народов мира. Своей легкостью и нежностью очаровались солисты, исполнявшие китайский танец «Лунный полет бабочки». Поразили своей грациозностью исполнители киргизского свадебного танца, харизмского танца, корягского и многих других. Практически все постановки сопровождаются музыкальным оформлением оркестра под руководством заслуженного деятеля искусства республики, заслуженного артиста Российской Федерации Рифа Мурачина. «Гатча! Гатча! Гатча!» «Гатча! Гатча! Гатча!» КОНЕЦ Все выступления зрители осыпали овациями. Много раз артисты вызывали на бис. Представление завершил башкирский танец «Гульназира». От имени Кумертаусов мастеров искусства поблагодарила начальник управления культуры Татьяна Лихачева. Артистов зрители провожали стоя бурными аплодисментами. В завершении о спорте в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» завершились соревнования по греко-римской борьбе, организованной детской юношеской спортивной школой. В спортивном зале собрались около 90 спортсменов. Как прошли соревнования и кто стал призером первенства города, узнавал мой коллега Константин Меркушев. 27 октября в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» состоялось первенство города среди юношей по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие около 90 спортсменов в различных весовых категориях. Основная цель спортивного праздника – формирование сборной города. У нас проходит первенство города для формирования сборной команды города Кумертау. По двум возрастам – это 2002-2003 год рождения. Мы будем отбирать сборную команды города для выступления на открытом республиканском турнире, который пройдет здесь у нас в ноябре на призы главы администрации города Кумертау. На протяжении всего дня спортсмены выявляли лучшего. Каждое единоборство было разнообразным. Кому-то пришлось выявлять победителя все два периода. А кто-то добывал победу досрочно, положив соперника на лопатки. В общей сложности 17 человек стали победителями турнира. Призеры были награждены медалями и дипломами. Но самый большой приз для победителей – это, конечно же, попадание в сборную команды города. Теперь им предстоит защищать Кумертау на республиканских и всероссийских соревнованиях. Константин Меркутшев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.